Вы слушаете канал жааш.клаб, плавучие города, которые изменят мир и спасут человечество. Климатический кризис и загрязнение океанов заставили архитекторов обратиться к таким проектам, как плавучие города. Идея звучит очень футуристично, но она уже была реализована на практике ацтеками в XVI веке. Расположенный на территории нынешнего Мехико, город Теначтетлан был построен на озере Ткекоку, и на его территории площадью 14 километров проживало около 400 тысяч человек. Одна из проблем глобального потепления заключается в том, что оно приведет к вынужденной миграции населения, проживающего в прибрежных районах. Если цели Парижского соглашения по климату, согласно которому глобальная температура не должна превышать 2 градуса Цельсия, сохраняться, то к 2300 году уровень моря поднимется на 2 метра. Однако недавние исследования, представленная группой из 100 международных экспертов, предупреждает, что прогнозы, сделанные до сих пор, слишком занижены. По оценкам, к 2100 году уровень моря поднимется на 1,3 метра, а к 2300 году может достичь 5 метров, что затронет 10% населения Земли, около 770 миллионов человек. Другой серьезной проблемой, с которой сталкиваются океаны, является сброс пластика. Международный союз охраны природы утверждает, что не менее 8 миллионов тонн ежегодно попадают в море. Микропластик – это экологическая катастрофа, от которой страдают сотни тысяч животных, а также потенциальная проблема для здоровья людей, которая заслуживает пристального внимания. Столкнувшись с такой панорамой, архитекторы вынуждены переосмыслить функции своих зданий и искать решения, которые подходят не только для размещения людей, но и помогают смягчить последствия климатического кризиса. Плавучие города могут быть экологичным и устойчивым вариантом. Восьмой континент – Ленки Петраковой Среди представленных на сегодняшний день предложений выделяется Ленка Петракова, недавний обладатель главного приза фонда Жака Ружери за архитектурные инновации. Ее проект под названием «Восьмой континент» представляет собой впечатляющую плавучую исследовательскую и очистительную станцию, предназначенную для Тихого океана, которая собирает пластик с поверхности моря и перерабатывает его в пригодные для вторичного использования материалы. В интервью Петракова сказала, что это сооружение полностью устойчиво и автономно. Оно вырабатывает собственную энергию, оборудовано теплицами и опреснительной установкой. Островной город Ошиник с повышением уровня моря будет смертельным для ста или около того островов, составляющих французскую Полинезию. Чтобы смягчить ситуацию, компания Ошиникс разработала искусственный островной город, состоящий из модулей площадью 2 гектара, в каждом из которых могут проживать до 300 человек. Город можно масштабировать 10 тысяч жителей и занять площадь в 75 гектаров, с помощью добавления новых модулей. Плавучий небоскреб Филтрейшн – еще одно здание, которое обещает очистить море, это впечатляющий небоскреб под названием Филтрейшн, спроектированный Хонглином Ли. Он имеет модульную структуру из сборных блоков с несколькими этажами, предназначенными для сбора мусора и очистки воды. Здание Ли обеспечивает устойчивое решение проблемы загрязнения морской среды. Продолжение истории читайте на сайте jah.club